Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Комин Бай. Для тех, кто меня первый раз видит, я продаю и устанавливаю дымоходы на территории Республики Беларусь. Сейчас я нахожусь в городе Воронеже. В компании Ferrum Craft меня пригласила для общения, для обмена опыта, возможно для какого-то дальнейшего сотрудничества. А сейчас мы ответим на следующий вопрос, какой утеплитель используется в дымоходах компании Ferrum Craft, из какой нержавеющей стали, а также какую максимальную толщину они могут ставить в своих дымоходах. Знаете, кто на этот вопрос ответит? Коммерческий директор компании Ferrum Craft, так я нахожусь сейчас в Воронеже, человек, который прошел с гаражного производства в автоматизированное, руководитель одного из крупнейшего предприятия в России Фролов Илья Владимирович, человек, который знает о дымоходах очень много. Конечно, я как монтажник тоже добавлю пару советов уже со своей точки зрения. Всем добрый день. Я тоже короткое вступление тогда сделаю. Мы компания, которая 15 лет уже производит домоходы на российский рынок и на рынок ближнего зарубежья. У нас большая номенклатура, несколько линейных домоходов предназначенных для разных отопительных аппаратов, для разных видов топлива. Самое главное для нас это надежность, безопасность и удобство эксплуатации. Теперь переходим к вопросу. Почему этот вопрос возникает? Во-первых, этот вопрос у меня возник, мне один из подписчиков задал. Соответственно, я его передаю. Как потребителю это довольно важно. Из какой нержавеющей стали можете производить домоходы на данном предприятии? Значит, сейчас мы производим две линейки домоходов, можно так и поделить. Значит, домоходы феррум. Это бюджетная серия, больше как бы ориентирована на баню, которая очень пользуется популярностью в России. Эта домохода производится из ферритной 430 марки стали, толщиной 0,5-0,8 мм. И это домоходы крафт, которые более дорогие, уже рассчитаны на продвинутого, так сказать, монтажника, пользователя. Это домоходы из аустомитных марок стали, 304 и 316. Так, 430 понятно, 304 понятно, 316 понятно, 309, 310, 321. Это обособленная версия. Позиционируется нами как домоходы для коммерческого использования, для коммерческих бань, для коммерческих структур, где на домоход можно сильную нагрузку давать, температурную, то есть, ну, грубо говоря, эксплуатируют практически круглосуточно. 7 на 24, так скажем. Это 350-я, 0,8-я сталь. Там используется негорючая, 1200 градусов рабочая температура вата, калиновая, так сказать. Ну, домоход усилен, насколько можно. Окей, 321-я? 321-я в настоящий момент не используется, наверное. Окей. Не видим в ней никакой. О, да. В смысле? Пока в ней не видим. Окей, на первый вопрос мы ответили, плавно переходим во второй. Почему он возникает, объясню. У нас в Беларуси в данном варианте 0,5-0,8 туба, представлено, это толщины металла. Во всех исполнениях, которые по маркам стали, сказала ли я, у меня возник следующий вопрос. Ну, 0,5-0,8, понятно, производят везде, потому что я прошел по садам. Единицу я тоже встречал, поэтому у меня следующий вопрос. Можете ли вы производить толщину металла 1,0, и можете ли вы производить толщину, вернее, позволяет ли вам оборудование производить более из толсты ниже веки? И какая максимальность? 0,8, которая у нас сейчас заявлена. Да, у нас позволяет оборудование производить толщину 1 мм. Больше того скажу, мы ее действительно производим. Производим до двойки. Единственное, что это промышленные объекты и промышленные диаметры. Так как мы производим там диаметр до 1300, то диаметр с 900 начинается более толстый даже, чем 1 мм. Для бытовой серии мы единичку не производим. Не видим в этом необходимости. Это, конечно, там спорный вопрос, каждый на него для себя решение ищет. Но из практики с 15-летней, даже с 0,8 трубой, которую мы ставили, то есть отказов мы практически нет. Труба работает как минимум не меньше, чем сам отопительный агрегат, который используется вместе с данным самоходом. Так что вот единицу за глаза не готово надо. Понял. Если честно, когда я ехал сюда на производство, я думал, что 0,8, ну через Атомсталь, через Бесадов говорил, что делать толщину металла еще 1. Но я думал, что просто оборудование не позволяет. Когда я видел эти линии, когда я видел эти мощности, по-другому начал смотреть на это предприятие. Вы услышали, 2 мм из нержавейки скрутить, но извините, здесь должны быть довольно мощные оборудования. Дальше вопрос следующий. Почему этот вопрос сейчас возникает, объясню. У меня на обзоре есть дымоход Шибер-Перметр, где производитель 4440, по-моему, 4 марки стали, производит дымоходы толщиной металла 0,5 мм. Производите ли вы через этой марки стали и... Серийно она у вас, не серийно? Или хотите вы ее производить? Почему именно вот эта 441 европейцы производят? Ну, снова, европейцы, это в первую очередь из-за Шибер-Перметра. У меня очень часто на обзорах, у меня много информации есть по иностранным производителям, европейским. Считаю, что надо двигаться в их сторону, а Шибер-Перметр это исключение. Это не правило. Если вы возьмете такие же производства, такого плана, за границей, там, и европейских странах, в первую очередь, нет, у них там не ставят. У них на 304 косо смотрят, на 316, 321, да, проблем нет. Но не 400-я марка. Поэтому, почему этот вопрос еще раз возникает? На российском рынке перметр есть, он присутствует, и в Беларуси он поставляет. Сейчас у нас проходит сертификацию данный производитель. К концу года уже, очередной год проходит, сертификацию еще не прошли, не знаю по какой причине. Но европейский сертификат у нее при этом и есть. Поэтому этот вопрос и возникает, потому что это, возможно, где-то конкурентная продукция, в силу определенных обстоятельств. Будете ли вы производить, хотите ли вы ее производить, есть ли вообще в ней смысл? И 444-й? Ну, 444-й. Ну, 444-й это довольно новая сталь, которая недавно, можно сказать, появилась на рынке, которую производители начали делать массово, можно сказать, именно производители металла. Сталь пока двоякая оценка у нее, вот, то есть реально, да, там добавлен молибден, который увеличит ее кислотостойкость, вот, это ее непосредственный плюс. Но сталь, тем не менее, все равно это ферритная сталь. А ферритная сталь у нас имеет более крупное зерно, если мы посмотрим ее на молекулярном уровне. И на границах этого зерна при больших температурах и при перепадах температур образуются, ну, трещины, так скажем, чтобы людям было понятно. Вот, поэтому мы в настоящее время используем эту сталь также для промышленных объектов, работающих на газе, где высокие температуры и там нету перепадов температур, которые приводят к охруплению стали. Для твердотопливных аппаратов, да, которые имеют высокую температуру, мы с опаской относимся на данный момент к использованию этой стали. Технически, вот, возможно, наверное, использование при их увеличении толщины. То есть, тогда будет возможность ее испортить, ну, то есть, намного выше, не выше, а ниже. Остаюсь, что используем данный момент для промышленных объектов это газ. Для водовой серии в настоящий момент не используем. Окей, снова же, для газ это заявки вам поступают в промышленных объектах, это ваше пожелание, либо вам заявляют эту марку стали? Снова еще раз, это для газовых кота сейчас вопрос идет, поэтому об этом мы еще будем касаться вопрос. Это заявки у вас... Это заявки приходят уже готовые с 444-й, потому что в России она довольно распространена сейчас, и многие производители действительно предлагают ее изначально поставить на объект. Но эта постановка ее на объект все равно идет с целью удешевления домохода. То есть, это 444-й, это аналог 316-й, более дешевый. То есть, чтобы уменьшить цену, люди идут на компромисс, берут 444-ю, либо мы, либо другие производители, то есть, рекомендуют ее взамен 304-й стали. То есть, эта информация идет, скорее всего, от проектной организации, которая делает проекты для определенных котельных установок. Окей. Ну, это аналог 316-й, неполноценный, я бы сказал, такая марка стали. Бюджетка 316-й. Бюджетка 316-й, да. Окей, переходим мы дальше. Один из вопросов, я для себя уже сделаю, потому что был на производственных площадях. Какой утеплитель используется для сэндвич-трук? Производитель. Производитель это компания Изавол. Изавол. Это российская компания. Это российская компания. Это компания Белгородская. Вот, не так далеко от нас находится. Это компания, у которой стоит современная линия по плавке, ну, по производству самого волокна, по его выплавке. Это ванная печь, такая, не багранка, вот именно, а ванная, где более равномерный расплав идет каменной породы и более длинное и тонкое волокно получается. Это тоже детали? Это детали, да, такие, они технические, не все их там, как бы, смотрят, интересуют еще. На самом деле мы перепробовали практически весь утеплитель, который производится в России, протестировали его, абсолютно знаем, как он в работе себя ведет, как он режется, там, струной или другими методами. Что происходит с оборудованием. Он испытан многократно. Мы его смотрели, он нам очень нравится. По цене он один тоже из самых сейчас дорогих, к сожалению. Потому что завод себя позиционирует, как одно из элитных, именно, утеплителей, ну, по Российской Федерации здесь. Ну, здесь в результате, получается, цена где-то, может, немножко выше, потому что вы должны понимать, что производстве трубы, да, одинаковая труба, вы возьмете 115 на 200. У одной цена будет, ну, давайте я в долларах скажу, потому что мне по-российски тяжело ориентироваться. Одна стоит 25 долларов, другая стоит 33 доллара. Вот из-за чего складывается? Из-за заглушек, из-за утеплителя. Поверьте, цена материалов практически у всех одинаковая. Цена металла, не материалов, цена металла у всех одинаковая. Там могут быть какие-то разбежки из-за объемов, но у производственников это примерно цена плюс-минус там. А вот остальное уже, утеплитель и те же циндровочные заглушки, которые я вам показываю, вот это все стоит денег. Вот за это, да, упаковка, это уже надо, за это надо переплачивать. И за это вы переплачиваете как потребитель, ну, и у вас, конечно, есть выбор между чем, какую трубу покупать. Когда есть выбор, это хорошо. Если его не было, вот это уже плохо было. Утеплитель для твердотопливных котлов и для газовых котлов один тоже используется или разный? Один и тот же. Окей. На задувке вы видели, что утеплитель 150 метров на метр кубический идет. Это очень крутой показатель. 150-160. 150-160 есть какая-то погрешность. Как правило, ну, будем сравнивать, давайте белорусский рынок. У нас идет, как правило, 80. Сейчас уже 100-120, практически никто не используется. Перешли все на парок. Вайрат Мэтт, либо руку Вайрат Мэтт с плотностью 80. Это армированное прошитое волокно. Ну, потому что оно у нас доступно. Изовол. Посмотрите, как он себя ведет. Ну, довольно достойно. У него нет зажигалки. Он не воняет. И постоянной температуры он выдерживает. 600 градусов у него заявлено. Это очень круто, 600 градусов. Это температура волокна, но испытания проводились на более высокую температуру. По заявлению самого производителя. Они должны на сайте быть вывешены. То есть, ну, 600-код рабочие, с ним согласованы. 600 градусов постоянно, да. Дело в том, что любой утеплитель, если кому будет интересно, Технониколь, Роквелл и остальные, температура эксплуатации волокна, она, понятно, она у всех высокая. Чтобы волокно расплавить, это надо 700, не 700, это даже от 800 до 1000 градусов Цельсия, да. А рабочие температуры у многих производителей зависят именно от плотности. От плотности материала, ну, плиты непосредственно, например, если мы что-то там изолируем, колонны какие-то, здания, еще конструкции какие-то. И здесь, все-таки, если вы берете температуру, трубу, дымоход, и собираетесь эксплуатировать ее при высоких температурах, действительно, плотность наполнения очень сильная роль в этом играет. Более плотный материал, его тяжелее прожечь, он меньше дает усадки при нагреве. То есть, то, что вот технология у нас используется, ну, на данный момент единственная, мы единственная компания в России, которая использует технологии забивки ват и в сэндвич. Забивки, так скажем, забивки утрамбовки. Вот это 150-160 килограмм на метр кубический, это очень высокая, очень хорошая плотность. Когда-то с нее домоходы начинали, с такой плотностью начинали домоходы делать сероевропейские производители. И до сих пор тоже у них оборудование такое используется. То есть, элитный такой продукт, можно сказать, именно учитывая вот эту технологию. Вся технология, на данный момент, которая набита у нас автоматической линией, она проходит как особая серия. То есть, есть домоходы простые. Их плотность средняя 100 килограмм на метр кубический. Сейчас они поделены по диаметрам. Диаметры мелкие до 150-го у нас забиваются сегментированной изоляцией. То есть, это цилиндры, можно сказать. Диаметр свыше 150-го набиваются у нас матами. То есть, идет оборачивание вокруг трубы и допрессовка до 100 килограмм на метр кубический. Это с какого диаметра? Это со 150-го и выше. Хорошо. Это внутренний диаметр мы берем по сэндвич-домоходу. И есть еще особая серия. Это 115-й, 150-й диаметры могут другие проходить, где действительно идет набивка на автомат. То есть, не все домоходы именно проходят. Не все домоходы проходят автоматическую набивку. Хорошо, но цилиндры уже другие заявленные там, наверное. 100 килограмм на метр кубический у нас есть цилиндры. 100 килограмм на метр кубический. Да. А если вручную получается... Тоже 100 килограмм на метр кубический набивается, но матами. Матами, да. А матопроизводитель? Изовол. Все изовол? Вы только с изоволом работаете? Мы только работаем с изоволом. Ну да, придется почитать про эту информацию. Да. И у меня еще, когда вы пришли на рынок, ну на рынок я буду равняться. Вам могут сказать, что класс негорючести утеплителя, НГ. Поверьте, это ни о чем не говорит. Надо смотреть у производителя. Здесь сейчас, слава богу, есть обзор утеплителей. Есть связующее звено, есть связующий клея. У меня очень много демонтажей дымоходов, когда люди просто не могут находиться в помещении, потому что при определенной температуре, она у разных ватт разная, там 200-300 градусов, начинает вонять труба, и, ну, вплоть можно легко от отравления получить. Но то, что вы не сможете находиться в этом помещении, это 100%. Потому что жесткий запах мяка, различные связующие каких-то клеев, я даже не знаю, каких. Но класс НГ, это ни о чем еще не говорит. Не делайте на это акцент. Это я вам говорю, как монтажник, человек, который уже очень много дымоходов смонтировал, очень много дымоходов демонтировал. Здесь ориентирируйтесь на производителя. Я смело заявляю, что у нас в Беларуси практически все используют руку в Айратмед и парок в Айратмед. В России он тоже, я знаю, используется, но и завол, компания первым использует, ну, пришли к тому, что они могут производить из этой... Я могу объяснить, почему неприятный запах идет. То есть, всю вату, которая производится сейчас на рынке, можно разделить на две классификации. Это строительная и техническая. Техническая, она имеет, как правило, температуру эксплуатации. На нее сразу производитель ставит температуру эксплуатации, потому что понимает, что она будет эксплуатироваться при более высоких температурах. Техническая обладает определенным составом связующего вещества. То есть, она выдерживает более высокие температуры, она не выдает запаха никакого. Его можно использовать для утепления в дымоходах, в вентиляционных всяких системах, то есть, в трубопроводах высокой температуры. А строительная изоляция используется для фасадов, для кровли, для пола. И там используется более простой связующий на основе фенолов. Вот, если такую изоляцию положить в дымоход, то в какое-то определенное время она начинает издавать неприятный запах, пока все связующие не испарится. К сожалению, это так. Это очень-очень неприятно. Здесь уже просто надо смотреть на производителя, либо на монтажников, которые вам рекомендуют какого-то производителя. Здесь просто уже опыт человеческий, либо производителя. Поверьте, когда производитель дорожит своим продуктом, когда он дорожит своим именем, он не будет вам впихивать, рыночным языком скажу, впаривать вам в трубу. Нужно обращаться к монтажникам с хорошим, с проверенным опытом уже наработанным по количеством монтажей, по времени на рынке и все остальное. Потому что монтажнику тоже невыгодно поставить плохой продукт, чтобы ему потом лишний негатив получать, что что-то пахнет, что-то капает, где-то неправильно работает. Конечно, что дымоходы такая вещь, к монтажнику желательно обращаться, ну или хотя бы ориентироваться на них, смотреть, кто как работает, что ставит. Да, это очень больной на самом деле вопрос, и я всегда делаю на это акцент. Прежде чем кого-то нанять на работу, посмотрите его работы. Если, посмотрите, что было в резюме, если его нет, или человек просто скрывает что-то, ну, найдите другого монтажника. У меня очень много запросов, работают в Российской Федерации, потому что просто не могут найти монтажника. Да, это есть проблема, она и в Белоруссии. В России она очень большая, они говорят там про Москву. У нас в Белоруссии там 2 миллиона, а в Минске человек, и монтажники они есть, но с ними все равно проблема. Это такая тема, которая, коснусь немножко вперед, по общим классификатам экономической деятельности, у КЭТ нет такой профессии монтажники дымоходов. Не знаю, как в Российской Федерации, у нас ее нет. Тоже все убрали. Поэтому здесь все только из личного опыта, личной работы, и я говорю, прежде чем на кого-то нанять работу, посмотрите, пожалуйста, его работы. Чтобы потом вы не обращались, не дай бог, что у вас сгорит, переделки, ну, они очень дорого. Это на вас, это ваш бюджет, и когда вы запланировали одно, а потом вам приходится возвращаться обратно на какую-то стадию, демонтировать там стены, громить иницианскую штукатурку, но вам это удовольствие точно не принесет, когда вы уже живете в доме. Так, с утеплителями все понятно. Используется один и тот же так. Окей. Так, мы поговорили об утеплителе, который используется, но я не задел еще один вопрос, потому что считаю, что он довольно такой интересный. Так, считаю, керамический утеплитель, это один из лучших утеплителей, который использует система дымоударения. А используете ли вы керамическую либо каолиновую вату в своих дымоходах? Да, мы используем каолиновую вату в дымоходах. Вот, в основном, ну, на данный момент это линейка дымоходов HT, из 310-й стали. Почему там такая вата используется? Ну, базальт, который мы используем в обычной, как бы, серии, он, ну, рабочая температура у него 600 градусов, поэтому и на этикетке тоже у нас заявлено, что 600 градусов рабочая температура, которая может, при которой может дымоход эксплуатируется. Но обособленного стоит линейка HT, там стали 310-я, 08-я, рабочая температура, заявленная нами, 800 градусов Цельсия. Это, как бы, внутризаводской, такой, скажем, параметр, внутризаводской стандарт. Конечно, ни одной сертификации нет у нас, потому что в бытовых приборах, ну, европейцы, они вообще, как бы, не любят такие вещи, когда энергия расходуется нерационально, вот. Но в России банные печи, отопительные печи, то есть любят народ побыстрее нагреть, вот, и там используется белая коленовая вата, 1000 градусов Цельсия, у нее рабочая температура, она очень хорошо себя зарекомендовала, очень хорошо себя ведет, вот, ну, это вот, на данный момент это только такая линейка, вот, именно с 310-й стали. Она дорогая, она для общественных бань предназначена с работой, там, 24 на 7, вот. Если, конечно, кто-то себе может позволить, и он выберет эту стадь для камина, для домашнего, там, либо для какой-то печи, там, ну, рад за него реально, потому что это вечный продукт, то есть он будет служить долго, хватит, там, и внукам, и не надо будет ремонт дорогостоящий делать, стены разбирать, ну, практически ничего с ним не происходит, у нас строя никогда не будет. На будущий год мы, конечно, рассматриваем другие линейки с белой ватой, с калиновой керобланки, или другие, как и на производителе, будем применять. Но сейчас выбор у нас идет, дебаты по поводу марки стали, с какой именно маркой стали, и с какой толщиной применить его, в линейку, которая была бы, пропускалась бы в потоке. Да, это один, наверное, из всех элементов, почему я сейчас у меня нету в продаже этих дымоходов, я вам расскажу и в следующем видео. На этом мы будем свой обзор заканчивать. Есть какие-то вопросы, ответы, пожелания? Я думаю, что обзор довольно большой по времени получился, поэтому больше не будем задерживать, наверное, зрителей, да? Да. То есть, ну, если есть вопросы у них все-таки, то есть, вы можете оставить комментарий, там, написать Дмитрию на почту, чтобы он переадресовал, вот, мы дадим свой ответ. И даже, если, наверное, не к нам будут какие-то вопросы, а к любым производителям, можно писать на канал комментарии. Вообще, производители рады, когда идет обучение народа, идет открытость, то есть, понимание сейчас, в настоящее время, без этого просто невозможно. Так, да, согласен. Пишите в комментариях, только пишите обоснованно, пишите по теме. Скажу так, столкнуться следующей проблемой, пишут просто из-за плохого настроения всякую ерунду необоснованную, я просто удаляю такие комментарии, как правило, просто телезрителя баню. Я устал, отвечаю на всякий бред. Поэтому, пожалуйста, пишите по теме, то, что вас интересует, на те вопросы, которые вы хотели бы ответить. Потому что, еще раз повторяю, я здесь нахожусь только для того, чтобы показать, как дымоход может выглядеть, как он должен выглядеть. Это популяризация именно дымоходов, из нержавеющей стали. Для того, чтобы потребитель понимал, что не асбестовая труба сейчас решает, но мы уже 21 веки, не стальная труба 159, там, 115, либо 133, неутепленная. Нет. Есть уже готовые решения, которые надо ставить на своих тепловых агрегатов. Если у вас не позволяет бюджет, я всегда об этом говорю своим будущим потребителям, заказчикам, что лучше подождите, там, 2-3 месяца, не спешите, поднакопите деньги и купите нормальный дымоход. Да, и 430. Открывайтесь в вопросе, да, покопайтесь. Вопрос в 34, там, 300, он такой довольно большой, ну, ощутитивный, но и 430 тоже имеет право на жизнь, именно когда у вас бюджет ограничен. Все, всем хорошего настроения, а мы пойдем дальше снимать обзоры, я здесь уже второй день. Конечно, с вами был Дмитрий Михайлов, Комин Бай, и Илья, руководитель коммерческой компании Первого второго. Спасибо, что досмотрели до конца. Выбирайте хороший продукт. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова